Хорошо, пошло, у меня тут случайно оказался этот Ленинный слон, я его прочитаю. Это проза. Это сказка о Ленине. Я когда-то сочинял сказки о Ленине, вот одна из них дожила до наших времен. Владимир Ильич Ленин всегда мечтал покататься на слоне. Правда, чтобы соратники не засмеяли, он вместо этого рассказывал, что мечтает о коммунизме. Вообще у вождя со слонами было много общего, например, бревна. Как-то Маяковский поехал в Индию искать рифму, к слову, слон. Его там встретили очень тепло, потому что приняли за Пушкина. А Пушкина в Индии любили, потому что он там никогда не был. Любили и его знаменитые стихи про Ленина. Октябрь уж наступил. Так вот, Маяковский поехал в Индию, а Ленин сидит у себя и думает. Ну почему я никогда не был в Индии? Вот Маяковский туда поехал. Пушкин вообще в Индии родился. Это Ленин так думает. А я что, лысый что ли? Вызывает он Дзержинского и говорит. В Индию. Что в Индию? Не понял Дзержинский. Ничто, а когда. Да, немедленно. Запрягайте бреневик. Скоро сказка сказывается, а Ирич еще скорее. Не успел рабочий класс ухнуть, а он уже в Индии. Осмотрелся и думает. Что-то тут тесновато. Негде крейсер Аврора парковать. Зато бревен сколько. На целый мавзолей хватит. Поправил Ленин челму на кепке. И пошел в народ. Слона искать. Ходит и спрашивает у всех. Простите, вы случайно не слон? А вы не слон? А слон в это время разгадывал кроссворд. Город в Индии. Четыре буквы. Понятное дело Дели. Великий индийский поэт. Ясно Пушкин. Но не Маяковский же. И вдруг вождь мирового пролетариата. Пять букв. Вторая Е, потому что поперек как раз Дели. Видит слон, что Махатма Ганди не подходит. И задумался. Думал час, думал два. А Ганди все равно не подходит. Но решил слон, если с третьего раза не годится, значит точно не годится. А кто? Сел в позу лотоса и стал медитировать. И тут как раз Ленин мимо идет. Увидел слона и спрашивает. Товарищ, не хотите позаниматься классовой борьбой? Могу предложить недорогие тренировки. Слон не отвечает, медитирует. Мы пойдем другим путем, подумал Ленин. Зашел с противоположной стороны и снова спрашивает. А как вы считаете, какой рукой лучше строить коммунизм? Правый или левый? Слон опять молчит. Ага, подумал Ильич. Молчание – знак согласия. И как воскликнет. Архиправильно, товарищ. Коммунизм голыми руками не построишь. Это тебе не право по чакрам размазывать. Тут совсем другой орган нужен. Как говорится, лучше меньше, да лучше. И начал рассказывать про мировую революцию, материализм и империокритицизм, электрификацию всей страны и рыбалку в Шушенском. И успокоился, пока не кончилось собрание сочинений. И запомните, товарищ, заметил он наконец, важнейшим из искусств для вас является индийское кино. Указал рукой в светлое будущее и отправился, куда указал. Тут на слона снизошло просветление. Ядреного Хабхарата догадался он. Ведь это же Ленин был. И прямо там, где сидел, ушел в Нирвану вместе с Кроссвордом. А Ленин вместо слона покатался по гангу на водных лыжах. Маяковский потом ему так завидовал, что даже застрелился.